Вернемся к теме ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге. Там до сих пор идут спасательные работы. Удар по цивильному объекту второй день обсуждают лидеры ведущих стран по всему миру. Лидеры стран Большой Семерки сегодня утром отреагировали на ракетный обстрел российской армии по торговому центру в Кременчуге. Они заверили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и все виновные понесут ответственность. Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном в Твиттере. А вот российские государственные информационные агентства не написали об атаке на торговый центр Амстор в Кременчуге и пожар в нем. Первые упоминания о произошедшем начали появляться, когда российский дипломат в ООН назвал это провокацией. У ТАСС первое упоминание события появилось в 21.30 через 5 часов после обстрела и пожара. Агентство опубликовало слова заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Аполянского, который заявил о том, что обстрел торгового центра это якобы инсценировка. В 21.44 заметка по этому заявлению появилась на сайте РИА Новости. При этом ТАСС в своей новости пишет, что Владимир Зеленский обвинил в обстреле России. У РИА же говорится, что в соцсетях появились кадры объятого пламенем торгового центра. О причинах пожара не упоминается. Об ударе по торговому центру нет сообщений на сайте ВГТРК. И в итоге в выпуске новостей на Первом канале о нем сюжета не было. Количество погибших от российского ракетного удара в ТРЦ Кременчуга возросло до 18 человек. Об этом заявил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Но и эти цифры не окончательные. Пострадавших так много, что на помощь кременчуцким медикам выезжали скорые из Полтавы и Киева. А масштабный пожар тушили с помощью пожарного поезда. Поисково-спасательные работы не останавливались всю ночь, говорит корреспондентка София Багуцкая. Она сейчас с нами на прямой связи из Кременчуга. София, здравствуй. Скажи, известно ли, сколько еще будут разбирать завалы? Нисколько людей пропали без вести? Студия, приветствую. К сожалению, число погибших растет. Но сейчас известно уже о 18 погибших. И один человек скончался в больнице. ГЕСЧ сообщает на данный момент о 59 пострадавших. 25 человек госпитализированы. Работы по разбору завалов и спасению людей продолжаются до сих пор. Спасатели говорят, что разобрали пока всего лишь треть конструкции. Вчера еще удалось спасти людей. Их вывели из подвального помещения, из места давления. К сожалению, констатируют спасатели, с каждым часом найти живых людей шансов практически нет. Были даже такие случаи, когда просто фрагменты тел доставляли и приносили в сортировочный пункт. Прилет был в центральную часть дома и в дальний угол от нас. Спастись я не знаю, какие шансы у людей были. Когда прилет был в центре здания, крыша просто сложилась, упала. Там вес у нее просто огромный. Ампутации и ожоги, переломы, разные травмы, которые могут быть в такой страшной трагедии. Работает несколько штабов по ликвидации и предоставлению помощи пострадавшим семьям. Там работают и психологи, и полиция. Сейчас на месте работают столичные криминалисты и прокуратура. Тут и генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она говорит, что сейчас главное правильно собрать как можно больше доказательств преступления России против гражданского населения Украины. Дело пока открыто по статье о нарушении обычаев ведения войны. Только все приступили. На сегодняшний день есть одна статья, с которой мы двигаемся. 438-я. Нарушение правил ведения войны. Это вторая часть, потому что много погибших. Люди, которые будут привлекаться по украинскому законодательству, это пожизненное. По преступлению агрессии, там, где мы непосредственно будем привлекать высшее военное руководство Российской Федерации, именно за преступления, агрессии, и у нас еще есть геноцид. Вы еще политичные? Дневный траур. Студия. София, большое спасибо. Это была София Багутская, журналистка Викна Новины СТБ, которая рассказала о том, что происходит в Кременчуге. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.